Не взирая на что мы жти Мы плывем будто по ванам По намеченному пути Есть у каждого цепь впереди Каждый ищет свой ориентир Путеводной свистой гори Веди в фаверлик Успеху за горизонт Туда, где солнце встает Где самый яркий рассвет И ты на модной волне Победа на парусах Забыв сомнения и страх Перед тобой целый мир И ты для всех ориентир Плыви навстречу ветрам Веди команду к мечтам Удача манит И ждет фаверлик Помни вперед Наша жизнь Наша жизнь В приключении Не плыви по течению Задавай направления Заставай вдохновение Будь на гребне высокой волны Будь на гребне высокой волны Словно птица над морем пари Пусть летят твои корабли К мечте Победа на парусах Успеху за горизонт Туда, где солнце встает Где самый яркий рассвет И ты на модной волне Победа на парусах Забыв сомнения и страх Перед тобой целый мир И ты для всех ориентир Плыви навстречу ветрам Иди команду К мечтам Удача манит И ждет Фаверлик Помни вперед Путь на гребне высокой волны Словно птица над морем пари Пусть летят твои корабли К мечте Победа на парусах Пусть летят твои корабли Успеху за горизонт Туда, где солнце встает Где самый яркий рассвет И ты на модной волне К победам на парусах Забыв сомнения и страх Перед тобой целый мир И ты для всех ориентир Плыви навстречу ветрам Иди команду К мечтам Удача манит И ждет Фаверлик Помни вперед Добрый день, дорогие друзья Я рада приветствовать всех тех, кто смотрит прямой эфир сейчас Этот прямой эфир проходит в рамках цифрового обучения И он проходит уже на еженедельной основе Меня зовут Ангелина Я очень рада вас здесь сегодня всех приветствовать Сегодня мы с вами продуктивно поработаем И поговорим про инстаграм Для тех, кто смотрел прямой эфир на прошлой неделе Мы уже с вами знакомы Но еще раз для тех, кто смотрит впервые Меня зовут Ангелина Я креативный директор студии информационного дизайна Insane В моих руках было много разных инстаграмов, которые мы вместе с командой продвигали Кроме этого у меня образование психолога И я подхожу к инстаграму с точки зрения социальной психологии С точки зрения всяких поведенческих особенностей людей в инстаграме Я выпускница дизайна бюро Горбунова Я обожаю работать с текстом И вообще, в принципе, мы об этом с вами еще поговорим Но текст это очень важная часть продвижения в инстаграме Кроме этого, я блогер и продюсер инфопродуктов Что это такое? Мы занимаемся тем, что помогаем блогерам монетизировать их аккаунты А тем, кто только начинает свой путь, помогаем выстроить концепцию Ну что ж, давайте начинать Сегодня будет продуктивная работа Тоже хочу еще сказать о том, что наш прямой эфир проходит в формате воркшопа Что это значит? Это значит, что вы не только сидите, слушаете А прямо сейчас возьмите свой телефон И по ходу нашего прямого эфира Если вы получили какую-то новую для себя информацию Прямо сейчас применяйте ее, меняйте и так далее Кому будет полезно? Как я уже говорила, наши встречи полезны и новичкам, и опытным Те, кто уже смотрели вебинар Те, кто уже смотрели этот прямой эфир Они уже могут не считать себя новичками Вы уже много чего знаете И я надеюсь, что уже после предыдущего прямого эфира применили Но также это будет полезно и опытным провести некий новый взгляд Может быть, вы получите какую-то новую информацию И полезный для вас контент Структура прямого эфира, о чем мы сегодня поговорим Мы, опять же, коснемся целей и задачи аккаунта в Инстаграме Мы с вами разберем, позиционируем в Инстаграме через шапку профиля Очень коротко, потому что мы это очень подробно разбирали на предыдущей неделе Также коснемся темы бизнес-аккаунта и статистики Разберем контент-план и в целом публикации Мы с вами рассмотрим, почему люди приходят в социальные сети И уже, отталкиваясь от этого знания, будем строить контент Также мы с вами обсудим главные тренды в Инстаграме в 2020 году И перейдем к небольшой практической части Поэтому будьте активными Возможно, на ваш вопрос мы не сможем ответить в рамках этого прямого эфира Но всю обратную связь от вас Все вопросы от вас формируют будущие прямые эфиры И я постаралась учесть некоторые моменты, некоторые вопросы, которые вы задавали в прошлый раз Поэтому будьте активны, задавайте вопросы Я надеюсь, что вы найдете на него отклик Давайте с вами разберемся Да, зачем люди приходят в социальную сеть? Что их так цепляет? И в первую очередь это эмоции Человек хочет получать разные эмоции И я здесь подчеркиваю слово разные Потому что за блогером, если мы говорим о каком-то блогере Его посты, которые, скажем так, по грусти О чем-то таком тяжелом, сопереживающем И люди хотят читать эти посты Потому что они хотят сопереживать человеку В то же время они хотят радоваться и вдохновляться Поэтому разные эмоции Это, собственно, основа вообще, в принципе, социальных сетей Кроме этого, в инстаграме люди Ваши подписчики Или, может быть, вы сами Являетесь подписчиком какого-то блогера Вы получаете определенную ролевую модель Ролевую модель матери Ролевую модель бизнес-вумен Ролевую модель эксперта И мы следим и пытаемся для себя, скажем так, подчеркнуть что-то для себя Взять что-то для себя Кроме этого, конечно, расширить кругозор Узнать что-то новенькое Прочитать какие-то новые новости Или какие-то, может быть, новые исследования Узнать о новых продуктах Чтобы, скажем так, быть в тренде Быть на волне, быть в моде Кроме этого, мотивироваться и вдохновляться Я думаю, что каждый из нас хоть раз Испытывал чувство Когда мы читаем какой-то очень вдохновляющий пост О том, как человеку удалось продлить трудности И мы внутренне чувствуем, что мы, возможно, проходим через этот этап сейчас Или мы тоже прошли через этот путь И нас это вдохновляет, и нас это очень сближает с человеком Конечно, социальные сети изначально придумали для того, чтобы люди отдыхали, развлекались Поэтому мы тоже любим, скажем так, залипнуть Может быть, знаете, такое тоже очень современное, но очень, скажем так, инстаграмное слово Посмотреть, немножко отдохнуть, разрядиться и так далее Ну и, конечно же, получать поддержку Когда кто-то в такой же ситуации, как и мы Да, это отсылка к тому, что люди любят вдохновляться, мотивироваться И поддержка, это тоже очень важно Тренды инстаграма в 2020 году Зачем нам это знать? Мы с вами хотим, скажем так, сесть в этот паровоз Который отправляется в 2020 год Чтобы быть первыми Чтобы опережать, скажем так, время Поэтому давайте с вами обсудим, какие есть фишки, скажем так, тренды в инстаграме В первую очередь это сториз И здесь я вам хочу сказать, что порой бывает непросто снимать сториз Порой бывает непросто, скажем так, общаться, да И о чем-то рассказывать, и тем более снимать себя и говорить просто в телефон Но всегда, когда мне говорят, что мне очень тяжело Я всегда говорю следующее Представьте себе, как будто вы разговариваете с подружкой То есть если раньше, например, хотелось что-то расковать Что мы делали? Мы брали телефон и звонили А сейчас у нас есть, скажем так, двойная возможность Поделиться не с одной подружкой, а с несколькими И когда вы снимаете сториз, представляете, что вы как будто бы разговариваете с конкретным человеком Вот у вас есть подруга, которая всегда смотрит ваши сториз Представьте, что вы разговариваете с ней Почему это важно? Потому что здесь у нас выходит, скажем так, следующий тренд инстаграма Это искренность и честность Я уже говорила в эфире в прошлый раз Что люди устали от глянцевости Люди хотят настоящего человека Они хотят видеть человека, как он просыпается по утрам Какой он ходит дома Нам интересно смотреть за очень популярными, скажем так, селебрити Которые у нас пришли в инстаграм Поэтому честность, искренность Это то, что нужно на самом деле людям Все самое, скажем так, великое, оно простое И мы порой хотим просто обычного такого дружеского общения Поэтому сториз и искренность, честность Это два тренда, которые идут Неразрывно друг с другом Дальше живые трансляции и прямые эфиры Это тоже отсылка к сториз Это тоже, да, такое очень живое, очень настоящее общение Здесь и сейчас Поэтому подумайте о том Какие бы прямые эфиры вы могли бы сделать Для тех людей, которые подписаны на вас Какую пользу через прямые эфиры вы могли бы донести Может быть провести какой-то совместный эфир С кем-то, со своей коллегой, например, да И рассказать о каких-то новых новинках, новых трендах, скажем так, с двух сторон Дальше, следующий, скажем так, тренд Я думаю, что вы о нем слышали Это отмена лайков Это активно внедряется уже в ряде зарубежных стран И к нам это, я думаю, что вот уже вот-вот к нам это придет Зачем это нужно? Затем, чтобы люди оценивали, скажем так, контент Не потому, сколько лайков на нем, да А чтобы они сами, скажем так, полагались на собственные чувства На собственные эмоции И уже воспринимали контент только из этого Поэтому у многих паника, да Как же лайки отменят, что же делать, о боже мой Вообще этого бояться не надо И мое личное мнение, это вообще очень здорово и отлично Потому что, скажем так, не будет всяких надоедливых людей И всяких аккаунтов, которые ставят по 2000 лайков в день И, скажем так, нарушают целостность вашего аккаунта Приходят в гости, хотя их не просили Вот, поэтому не надо этого бояться Это здорово, я очень жду, когда это к нам придет Дальше, следующий тренд Это ориентир на микроблогеров Что это значит и как это может помочь нам? Тренд состоит в том, что Большие бренды будут больше обращать на маленьких блогеров И, соответственно, эта тенденция придет и к обычным пользователям Да, и с сокрытием тоже лайков Люди будут оценивать, собственно, контент по-живому Как он чувствует И в то же время, да, микроблогеры Это люди с небольшой аудиторией Но, знаете, у них такая очень атмосферная, душевная, добрая Скажем так, атмосфера, да? И нам это важно понимать за тем, что нам с вами Возможно, какое-то время Да и вообще в целом, да, генерально Не нужно гнаться за количеством подписчиков Нужно гнаться за тем, чтобы делать хороший контент Создавать атмосферу у себя в блоге Да, потому что этот тренд нас с вами Да, нас он поддерживает И, скажем так, делать какие-то продажи В небольших аккаунтах Это тоже, ну, скажем так, гораздо эффективней Потому что люди доверяют Больше доверяют тем, у кого, скажем так, маленькая Но очень теплая, очень дружная аудитория Поэтому не гонимся за количеством подписчиков А делаем действительно хороший, душевный И качественный, качественный регулярный контент Следующий тренд Это образовательный контент Да, то, о чем мы с вами говорили в предыдущем эфире И сегодня тоже с вами коснемся Ваша экспертность и ваш личный бренд Который вы будете транслировать И ту полезную информацию, которую вы будете давать Она, соответственно, ну, скажем так Люди будут стремиться получать ее больше И чем качественнее она будет Тем больше будет, скажем так, профита Да, определенного плюса Следующее Это естественность фотографий Опять же, да, у нас очень много трендов завязано друг на друге И естественно фотографии, опять же, люди устали от фотошопных лиц И они хотят просто настоящего человека рядом с собой Поэтому хорошо сделаны качественные фотографии Без какой-то замороченной обработки Без вытягивания цветов Это, наверное, то, что будет стоять во главу угла в 2020 году Поэтому, если вы беспокоитесь опять о том Как же мне делать такие фотографии, как у блогеров Очень крупных, да, у которых миллион подписчиков То за этим не обязательно, опять же-таки, гнаться Да, достаточно сделать просто хорошую фотографию В хорошем освещении И, скажем так, расслабиться Потому что это то, что нужно людям Следующий тренд Это общение внутри сообщества Создавайте вокруг себя, скажем так, сообщество людей Которые с вами двигаются в одном направлении И, скажем так, это сообщество будет поддерживать вас И давать вам массу, ну, скажем так, пищи для размышлений Поэтому это очень важно, да, на своей экспертности Создавать сообщество людей Которые двигаются с вами в одном направлении Это проведение определенных прямых эфиров Это может быть какие-то ваши группы за пределами инстаграма В которых вы будете тоже делиться какой-то полезной информацией И людей мотивировать, наставлять Потому что через рост других людей мы растем сами Следующий тренд Свобода от времени постинга Тоже в предыдущем прямом эфире был вопрос Когда постить контент Так вот, сейчас инстаграм отходит от такой, скажем так, ленты Когда вы выставили какой-то контент И он сразу же показался в профиле у другого человека Сейчас это работает не так Сейчас, если вы выставили какой-то пост Он может появиться в ленте у человека И через 3, и через 4, и через 24 часа Как новый А зачем это делается? Я думаю, что те, кто, скажем так, копает стороны инстаграма И изучает материалы Данный вид называется алгоритмичная лента То есть человеку показывается контент Который, как считают внутренние алгоритмы инстаграма Ему релевантен, то есть ему интересен Поэтому сначала инстаграм, скажем так, оценивает ваш пост А после этого уже решает, кому и когда его показать Поэтому по факту время постинга сейчас уже отходит на второй план Это становится менее важным Но все-таки, конечно, лучше, скажем так, для нас Оставаться в каких-то там конкретных рамках Если вы опубликуете пост, не знаю, в 4 часа ночи В целом, наверное, это не сильно ударит по вашему, скажем так, аккаунту И в итоге этот пост покажется людям Но все равно старайтесь сейчас пока, в ближайшее время придерживаться Но помните о том, что, в принципе, конкретное время уже не важно Дальше Фокус на личности человека Опять же-таки, если мы говорим с вами про экспертность Про то, что мы ведем блог с позиции того, что я эксперт в сфере бьюти Или я эксперт в сфере спорт Или я эксперт в сфере бизнеса То ваши все публикации и ваше, скажем так, позиционирование в инстаграме Должны исходить не из того, как нужно зарабатывать Как нужно зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц Или как можно зарабатывать А вы все свои публикации и все свои экспертные тексты проносят через себя И вы говорите о том, что я расскажу, как я это сделала И дам какие-то определенные инструкции То есть не просто как сделать, не будьте в Википедии, не будьте энциклопедией А будьте все переносите через свой опыт Как у вас это получилось Потому что людям важно знать, как сделали это конкретно вы Так они могут пойти на Википедию или посмотреть, почитать Google Но то, как сделать вы, это гораздо важнее И следующий тренд, он очень сильно развит у нас в России И вообще, в принципе, продвижение инстаграмов в России Не может быть отдельно от текстов То есть придется учиться писать хорошие тексты, которые хочется читать Мы подробно об этом тоже рассмотрим, но имейте это в виду Тексты очень важны в российском инстаграме Давайте еще раз тоже рассмотрим цели и задачи аккаунта Личный блок и экспертный блок Коротко, личный блок это больше о вас О том, что вы сделали, как вы сделали и так далее А экспертный блок это с позиции эксперта Я, например, эксперт в сфере красоты, визажист И я расскажу, как сделать то-то, то-то Я говорила о том, что личный блок и экспертный блок Должны всегда, скажем так, быть в балансе Вы сами решаете, чего будет больше, личности или экспертности Но опять же, опираясь на те тренды, которые мы рассмотрели с вами в предыдущем слайде Что это, скажем так, что у нас был фокус на личность человека Фокусируясь на себе, вы рассказываете о том, о своей экспертности И, вы знаете, тоже, общаясь с вами уже за пределами прямого эфира Потому что очень многие пишут в директ и задают какие-то вопросы Я тоже смотрю за вашими аккаунтами, думаю, куда лучше двигаться и так далее И как мне кажется сейчас, да, может быть, вы мне дадите еще тоже какую-то обратную связь по этому поводу Что существует в сетевом бизнесе условно два фокуса Первый фокус на том, если вы хотите, скажем так, увеличить количество продаж товаров через ваш инстаграм Это одна стратегия Если вы хотите привлекать новых людей к вам в структуру, это другая стратегия И вот если мы говорим о том, что вы хотите ориентироваться на, скажем так, большие продажи То увеличение людей, которые покупают у вас То скорее здесь больше уклон на экспертность На том, почему именно эта косметика, скажем так, полезна Почему нужно взять именно эту, а не другую Это, скажем так, частая трансляция эффекта конкретных продуктов Вот я, например, очень люблю средства Фаберлика для дома И они действительно вот работают прямо на глазах И вот все возможные подобные видео, где вы в живом реальном времени показываете, как работает продукт Это у нас немножко одна сторона движения Есть вторая сторона движения, когда вы хотите привлекать экспертов Точнее, если вы хотите привлекать новых людей к себе в структуру То здесь, наверное, будет работать такая схема, что вы больше показываете свою жизнь Вы показываете то, что вам дал Фаберлик То, какая ваша жизнь стала после того, как вы, скажем так, встретились После того, как вы стали частью Фаберлика Поэтому, если, да, подытожим Если вы хотите больше продавать товаров И акцентироваться на этом То здесь больше, наверное, ваша экспертность Но если вы хотите привлекать больше людей к себе в структуру Это ваш стиль жизни Потому что стиль жизни, он действительно привлекает Люди хотят, люди видят, как вы путешествуете Они тоже хотят путешествовать Люди видят определенные ваши блага, которые вы получаете Очень коротко с вами рассмотрим шаг у профиля Подробно это в предыдущем эфире было рассмотрено Если остаются какие-то вопросы, я советую вам посмотреть Что обязательно должно быть? Это обязательно должен быть очень четкий, понятный аватар В котором видно ваше лицо Желательно с какой-то эмоцией, да, с положительной, яркой эмоцией Это будет плюсом Кроме этого, ник ваш должен быть понятным и четким Чтобы человек сразу, вы ему только сказали, как вас зовут в инстаграме Он сразу мог без проблем вас найти Имя профиля Это то, что индексируется в инстаграме по поиску То есть это может быть либо ваше имя, фамилия Либо какие-то ключевые слова Бизнес, красота и так далее Призыв к действию Обязательно, да, если у вас есть какая-то ссылка Или вы продвигаете какие-то, может быть, там свои Может быть, у вас есть какие-то уже продукты, да Или вы просто продаете что-то, да Какой-то товар из каталога Фаберлик И на него вы оставляете активную ссылку И вечный сторис, где вы можете еще раз подробно о себе рассказать В прошлый раз было много вопросов о том, что такое топлинк и оформление ссылки Вот здесь вот я вам приведу два примера Первый пример это топлинк, соответственно, Ольги И чтобы вы понимали, это разбитое на три, скажем так, кусочка Единый, длинный, длинная страничка Вот Поэтому здесь что у нас, да Здесь мы можем указать нашу конкретную фотографию какую-то Написать более подробный текст о себе Если у вас есть еще какая-то информация, о которой вы хотите переделиться И самое главное оставить на себя дополнительные ссылки Оставить ссылку на WhatsApp, оставить ссылку на Telegram или на почту Или какие-то вот здесь, например, есть сайт, и здесь еще у Ольги отличный пример видео о себе Да, здорово Я первый раз, например, зашла на ее аккаунт, я сразу посмотрела видео И уже познакомилась с Ольгой и заинтересовалась Второй вариант, более сложный, скажем так, это тоже такой маленький лендинг Маленький сайт, да, уже сделанный в определенной стилистике Вариант топлинка можно сделать бесплатно Там есть, конечно, некоторые ограничения в функционале Но на первое время вам этого вполне хватит И вы сможете, скажем так, проявить все свои творческие задумки и способности И сделать себе красивый и классный топлинк Вот, тоже делайте это Это бесплатная возможность, которая поможет вам рассказать побольше о себе Дать на себя ссылки и познакомиться с людьми, которые заходят к вам на страницу Дальше Тема бизнес-аккаунта Что это такое? Это, скажем так, когда мы с вами первый раз регистрируемся в Инстаграме У нас у всех обычные личные аккаунты Но мы можем сделать его, скажем так, бизнес-аккаунтом Это особое такое направление, да, которое я советую вам сделать Если у вас не сделано, то сделайте это после того, как вы посмотрите прямой эфир Почему? Потому что, первое, у вас открывается доступ к статистике То есть вы сможете смотреть и оценивать, насколько, скажем так, ваш пост зашел Что такое зашел Когда действительно он понравился людям, которые его смотрят Какое количество лайков они поставили Это поможет вам анализировать и смотреть Кроме этого, если у вас подключен бизнес-аккаунт В статистике вы можете посмотреть, как работают, например, хэштеги Это тоже очень важно, какие хэштеги применять в будущем, какие не применять Посмотреть, например, да, если, сколько человек, скажем так, поделились в вашей публикации Это тоже очень важный аспект того, насколько понравился пост Следующее, это возможность настраивать рекламу прямо из Инстаграма Это отдельная такая непростая тема, которую тоже я советую осваивать, читать и смотреть на эту тему Кроме этого, у вас появляется кнопка связи Это то, что вы можете указать свою почту, телефон и так далее И еще одна классная возможность, которая открывается у вас, когда у вас есть бизнес-аккаунт И у вас есть от 10 тысяч подписчиков, это активная ссылка Это вот этот вот знаменитый свапь вверх на сторис, который позволяет человеку сразу же перейти на какую-то публикацию или пост Поэтому, если у вас не подключен бизнес-аккаунт, делается это достаточно легко Прямо в приложении, там подробные инструкции, я думаю, что проблем с этим не возникнет Давайте немножечко еще обсудим статистику, да, что значит конкретно эти слова охват, показы и так далее Что такое охват? Охват это количество уникальных людей, которые посмотрели ваш контент То есть это конкретный Вася, Петя, Маша, которые посмотрели этот пост Что такое показы? Показы это сколько раз люди вообще в целом взаимодействовали с вашим контентом Это значит, что Петя мог посмотреть вашу публикацию, то есть Петя, она могла в ленте показаться три раза, а Маше два и так далее Поэтому показы это количество, которое всегда больше, чем охват И, например, если вы видите, что у вас какое-то небывалое количество просмотров, значит у вас действительно очень интересная публикация, к которой люди возвращались Следующий показатель это посещение профиля Это значит, человек прочитал ваш пост и он заинтересовался и перешел к вам конкретно в профиль посмотреть, а что еще здесь у вас есть интересного и полезного для него Тоже хороший показатель, да, это значит то, насколько заинтересовали вы человека данной публикацией Следующий пункт это сохранение, это сколько человек сохранило вашу публикацию, то есть для того, чтобы, может быть, потом прочитать ее Или поделиться, показать кому-то другому И, соответственно, поделиться и показать кому-то другому, это сколько раз человек отправил вашу публикацию своему другу, товарищу и коллеге Давайте с вами обсудим Следующий момент это контент-план Мы с вами уже перейдем конкретно в вашу публикацию Что такое, из чего, да, давайте начнем с того, что до этого я вам рассказала о том, что, почему люди приходят в социальную сеть И на самом деле темы вот контента, которые, от которых я сейчас расскажу, они исходят из потребностей людей получать какую-то информацию, да, поэтому я думаю, что здесь тоже опять-таки все интуитивно понятно Если вы читаете и погружаетесь в тему инстаграма и читаете какие-то статьи, то названия постов, да, темы постов, типы постов, они могут отличаться, но генерально они примерно такие Итак, поехали Личный и репутационный контент Это контент о вас, о том, что вы делали, да, о том, скажем так, какая у вас биография и так далее Это важно опять-таки потому, что у нас идет фокус на нашу личность И мы даже нашу экспертность проносим через нашу личность Поэтому данных постов, да, личный, репутационный контент должно быть примерно процентов 30 от всего количества контента, да, пишите о вас Людям интересна ваша личность, да, и дальше мы с вами вернемся к теме продающего контента Но мы должны знать одну такую особенность маркетинга и создать она в том, что люди покупают у людей Вот и все, вот и весь секрет Поэтому люди покупают у вас, люди покупают не товар, они покупают у вас Потому что они хотят быть похожими на вас или да все что угодно, да И поэтому ваш личный контент это пишите о себе Это, во-первых, полезно для себя, да, это определенная рефлексия своего опыта, да И полезно для людей почитать, узнать, да, а как у других Следующее это экспертный контент Опять же, дозу, скажем так, экспертного контента решайте вы сами В зависимости от того, какой у вас блок Но опять же, если мы говорим об экспертном контенте, да, это уже какие-то конкретные подробные посты по вашей теме Но вы их проносите через себя, да, как я пришла к сетевому бизнесу, да Не как прийти к сетевому бизнесу, да, уже сразу обезличенный, уже, ну, как бы, меньше хочется стать А если вы напишите, как я пришла, то уже сразу больше доверия Следующее это развлекательный контент, да, мы не забываем о том, что социальные сети вообще появились для того, чтобы люди Развлекались, отдыхали Поэтому в данном случае яркими примерами развлекательного контента могут быть всякие загадки Знаете, там бывают такие еще тоже популярные вещи, когда вы пишете несколько фактов о себе И просите своих подписчиков угадать, какой ложный Или просто, например, тоже очень популярная история, когда вы постите две фотографии и просите найти отличия То есть это некое развлечение, да, на что человек как бы не тратит очень сильно своих эмоциональных и физических сил И просто расслабляется, развлекается Но должны тоже понимать, что развлекательный контент это, скажем так, опасная дорожка Опасна она тем, что есть тоже такое очень простое в продажах правило, что не покупают у клоунов Не покупают у тех, кто, ну, как бы, постоянно шутит, да, и все-таки доля серьезности, она должна быть Поэтому развлекательный контент должен быть, да, люди должны отдыхать, должны расслабляться, но его должно быть совсем немного, дозировано Следующее, это пользовательский контент Что это такое? Это, например, когда люди, самый простой, да, выставляют сториз у себя в инстаграме И пишут, вот как здорово, я вот заказала у, там, например, у вас, да, и вы делаете репост этого контента к себе в сториз Зачем это надо? Ну, кроме того, что это дополнительный контент вам А во вторую очередь это, ну, знаете, человека, когда его репостят, да, то есть его сториз нравится Или его контент нравится, его репостит человек, то это некое такое, ну, скажем так, для наших подписчиков Такой плюсик в карму, скажем так, да, ему классно, что и его контентом вы делились Поэтому не бойтесь так делать, и делайте обязательно, если где-то вас упоминают или где-то о вас рассказывают Обязательно рассказывайте об этом в ответ, людям будет очень полезно, и это будет развивать, скажем так, ваше окружение Следующее это коммуникативный контент Я бы на самом деле не стала это прям в отдельную, скажем так, определять категорию Мы с вами дальше рассмотрим почему, но сказать об этом я хочу вам И коммуникационный контент это тот контент, когда люди начинают выходить к вам, ну, скажем так, к вам на связь Да, начинают активно отвечать, активно рассказывать, то есть общаться с вами Самым таким простым вариантом являются опросы, расскажите, как у вас и так далее Ну и продающий контент, его, скажем так, должно быть тоже небольшое количество Потому что людям не хочется быть постоянно, скажем так, в магазине, в котором им постоянно что-то продают Поэтому для этого и нужен, на самом деле, нам контент-план, чтобы не оказалось по итогу месяца, что у нас там 5 постов продающих 3 поста развлекательных и 1 личный Это не очень хорошая стратегия Поэтому все должно быть сбалансировано Мы делаем упор на личный, да, репутационный контент, на экспертный контент, на коммуникативный контент Это то, чего должно быть в вашем профиле достаточно Дальше, например, там каждый пятый, седьмой пост вы рассказываете и продаете, да, что-то конкретное, что-то понятное и так далее То есть упор на личный, экспертный, коммуникативный контент и подкрепляем это все продающим, развлекательным и пользовательским Давайте с вами обсудим некоторые такие базовые правила написания хорошего поста Это такие, знаете, маленькие мои советы и рекомендации, которые могут вам помочь в написании ваших первых и, а может быть, и не первых постов Заголовок Что важно в заголовке? Важно, чтобы заголовок был цепляющий, да, что такое цепляющий, да, чтобы человек мог отвлечься от общей ленты и увидеть ваш пост И второе, это полезный, да, чтобы человек почувствовал, прочитав ваш заголовок, почувствовал пользу, которую он принесет Самый простой вариант, который я могу здесь привести, это, например, топ-3 средства для ухода за собой в, не знаю, в современном городе или летом И человек такой, о, это актуально, я прочитаю, да, топ-3, сразу ты понимаешь, что человек отобрал, человек посмотрел уже какую-то информацию и выбрал для вас самые горячие предложения Поэтому он должен цеплять, да, например, топ или лучший и так далее И он должен быть обязательно полезным, да, нести определенную пользу Человек должен почувствовать эту пользу, которую вы передаете Следующее, общий вид, обязательно пост должен быть разбит на абзаце Потому что очень многие люди читают текст, скажем так, по диагонали То есть они его считывают и решают, будут они его считать дальше или не будут И, соответственно, когда он у вас разбит по диагонали, человек просканировал ваш текст, понял, ему это интересно, ему это актуально и прочитал его полностью А если он у вас будет, скажем так, одним куском, да, одним абзацем написан То это очень сильно затрудняет чтение, да, очень часто заметьте, когда люди используют социальные сети Когда они едут где-то чаще, да, всего, когда они, там, стоят в очереди, да, это зачастую очень такое быстрое и порой не самое удобное положение Поэтому листают ленту очень быстро, очень интенсивно, поэтому помогите человеку быстро освоить, о чем вы написали, почувствовать пользу и прочитать пост полностью Дальше, смысл Это то, о чем я говорила до этого в контент-плане Например, ваши посты о вас, они тоже должны, скажем так, побуждать человека пообщаться с вами Пообщаться с вами он может разными путями Самое простое это написать вам комментарий То есть вы пишете такой пост, который, скажем так, побуждает человека вам ответить Побуждает вам тоже что-то рассказать, поделиться своим мнением Поэтому, на самом деле, все свои посты, которые вы пишете, они могут быть в той или иной степени коммуникативны, да, вы побуждаете человека вам ответить Кроме этого, да, комментарий И кроме этого, есть еще ряд действий, да, которые мы тоже можем подразумевать, что человек с вами каким-то образом повзаимодействовал, пообщался И в данном случае мы говорим с вами о некотором призыве, да, к действию Например, если мы с вами пишем какой-то пост и в конце просим человека, например, оставить комментарий Рассказать там, что вы думаете Или поделись этой публикацией с кем-то Или поставь лайк Или сохрани, да И здесь это разные триггеры, которыми нужно, скажем так, использовать, да Не нужно в каждом посте писать, поставь мне лайк Или в каждом посте напиши мне комментарий Во-первых, если мы говорим с вами о комментариях, то ваши посты должны быть такие, что на них очень хотелось бы ответить Да, какие-то, вы затрагиваете глубокие темы, но не раскрываете их полностью И человек, вот у него есть интенсия, да, скажем так, такое яркое, активное желание с вами поделиться своим мнением Например, если вы публикуете, скажем так, пост в экспертной форме, да, вы делитесь каким-то топ-10 средств летом, например, да И в конце, да, вы пишете их списком, оформляете красиво, четко, правильно, да И человек, опять же, смотрит пост и такой, ага, тут про лето, а я в июле еду отдыхать Мне это будет актуально Что сделает человек? Он сохранит эту публикацию Поэтому, если вы, например, пишете какие-то списки или какой-то очень важный информационный экспертный контент и так далее То оставляйте призыв, да, сохрани мою публикацию Также для чего вот нам нужно, чтобы люди реагировали на наш контент Это, скажем так, побуждает внутренние алгоритмы Инстаграма, о которых мы говорили до этого Ранжировать ваш контент в вашу пользу Что это значит? Показывать ваш контент большему количеству людей А нам это, конечно, нужно делать, поэтому обязательно, да, идеальный пост Это в котором яркий, хороший, цепляющий, полезный заголовок Текст удобно читать, он разбит на абзацы, использованы смайлики Дальше смысл, опять же, полностью оправдывает названия Наталкивает на рассуждения, да, на какие-то И обязательно наличие какого-то призыва к действию, которое будет, ну, скажем так, релевантен Опять же, если вы пишете о себе и раскрываете какие-то личные ваши особенности Или, например, спрашиваете ваших подписчиков, а как бы вы поступили в этой ситуации Это побуждает людей вам комментировать Если вы пишете какие-то списки, например, топ-10 средств То это побуждает человека сохранить подборку И обязательно оставляйте, скажем так, призыв к тому, чтобы человек захотел сохранить Соответственно, поставь лайк Ну, это, знаете, такой самый, ну, примитивный момент И его, в принципе, можно использовать, но не переусердствуйте Соответственно, напиши комментарий, то, что мы с вами уже обсудили И поделись с друзьями Это, например, какой-то тоже, это зачастую какой-то полезный контент Или какой-то, знаете, такой вау-контент, что неужели она это сказала, ничего себе Но это тоже, знаете, такое каждый решает сам, в какую сторону он двигается Так, давайте с вами перейдем к практической части Здесь будет, скажем так, два формата нашей работы Первый формат работы – это пишите свои вопросы, присылайте аккаунты Я не обещаю, что мы рассмотрим все и ответим на все вопросы Но какую-то часть постараемся охватить Кроме этого, все равно присылайте вопросы в трансляцию Потому что после трансляции я буду просматривать И на какие-то вопросы я постараюсь ответить в следующих прямых эфирах А также те, кто смотрит записи, друзья мои Вы тоже можете оставлять свои комментарии в комментарии под этим видео Когда оно уже выставится и вы сможете его посмотреть Оставляйте, я тоже постараюсь посмотреть и ответить вам на какие-то очень горячие ваши вопросы Так, ну что ж, не забывайте отвечать, это очень важно писать Значит, если не отправляется ссылка, да, действительно, она не будет отправляться Поэтому присылайте свои ники и мы их, собственно, я их посмотрю, вставлю в инстаграм и найду ваш аккаунт Так, Галина написала, привет, можно больше примеров? Галина, напишите, насчет чего можно больше примеров, с удовольствием вам расскажу Так, надо заголовок писать на картинке, Ольга спрашивает, надо ли заголовок писать на картинке к посту Смотрите, вообще, конечно, если мы говорим о пользе, которую приносим нашему будущему читателю или подписчику То, да, лучше писать текстом на фотографии Но в то же время должно выглядеть красиво, да, мы не забываем о визуальной составляющей аккаунта И помним, да, про то, что должно быть визуально красиво и приятно читаемо Вот, поэтому не забываем об этом Так, Наталья, я копирую ваш ник И сейчас мы посмотрим Так, второй аккаунт У вас, Наталья, мы знакомы, мы с ней периодически общаемся Наталья, вам передаю привет Так, ну давайте посмотрим, да, насколько вы тоже смотрите, да И очень важно, когда мы прорабатываем чужие аккаунты Вы смотрите и про себя проговариваете, да, вспоминая о том, что вы услышали и узнали Как бы вы, что бы вы сказали Поехали Имя отлично Так, Алексеевская Наталья, блогер, да, ярко, четко понятно, да, что мне нравится здесь Мне нравится, что здесь все очень структурировано Обо мне позаботились И, собственно, все оформили аккуратно Лайфхаки шоппинга, гиды по уходу Классы мастерства, да, вот мне очень понятны первые две Я точно знаю, что у Натальи это ее фирменная фишка, да, классы мастерства Это очень круто, что есть свое, но вот если человек, например, в первый раз заходит, да, может быть ему что-то будет непонятно Стиль, образ, креатив, жена, мама, бабушка Так, за скидками, акциями, подарками вам сюда Отлично, супер призыв, да, видите, все опять же у нас разделено Удобно читается Так, Наталье я на самом деле очень советую сделать хайлайты, да, обязательно проработайте их Потому что я знаю, вам есть что рассказать Вы очень активно ведете инстаграм И я очень сильно, мне нравится, что вы делаете, да Так, поэтому обязательно хайлайты, да, видно, что Наталья использует и IGTV, это очень здорово Да, давайте посмотрим на внешне, да, смотрите Здесь видно, что инстаграм ведется в определенном, да, стиле У него есть определенная стилистика и направление Что бы я, наверное, посоветовала? Я бы посоветовала, может быть, делать более, скажем так, контрастные, яркие фотографии И чуть меньше делать дополнительных символов, чтобы не сбивало внимание А так, в принципе, да, здорово Вот мы сразу выходим в такие аккаунты, мы видим некую индивидуальность человека, да И если человеку это актуально и интересно, то он явно зацепится и посмотрит Да, советую вам также, вот здорово, да Да, в вашей косметичке какая пудра? Сразу понятно, о чем будет есть Что вы знаете про перекусы? Да, может быть, еще больше там добавлять? Будь здорово, будет тренди, круто Вот, то есть здорово Видно, что с какого-то момента начались более живые фотографии Старайтесь все-таки в инстаграм добавлять больше живых, вот контента здесь и сейчас Потому что все-таки инстаграм изначально для этого был и создан Вот, а так, Наталья, вы большая молодец Я вижу, как ваш аккаунт растет и меняется И все эти знания, которые вы получаете, не просто так Так, поехали Так, 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 так Так, оп, копируем Так, Татьяна Татьяна Вот, тоже здорово Вот, на самом деле я четко вижу изменения, которые произошли, да, вот в ваших аккаунтах с прошлого прямого эфира Потому что вот я вижу, мне прям приятно смотреть Потому что, опять же, обо мне позаботились и сделали четко, да Татьяна, может быть, вам еще стоит добавить не только свое имя, а добавить какую-нибудь ключевую фразу, да, о чем вы еще пишете Научусь зарабатывать в интернете Понятное прошаговое обучение Идем к результату вместе Собеседование пишите в директ Добавьте, да, вот это, где у вас фраза Собеседование пишите в директ Лучше написать сначала призыв, да, потому что собеседование очень длинное слово Может сбиться, да, лучше там пишите в директ, чтобы что Опять же, да, хороший, светлый, качественный аватар Отлично, вы большая молодец Проработайте обязательно значки highlights Знаете, вот у нас есть возможность рассказать о себе больше Пользуемся этой возможностью Она бесплатная и, наоборот, вы сможете там привить все больше своего креатива По поводу визуальной составляющей Отлично Мне очень нравятся живые фотографии Мне очень нравится, что они очень светлые, да И вот в плане визуальной части я думаю, что на Татьяну во многом можно, ну скажем так, равняться Потому что хороший, приятный визуальный, визуальный даже акцент Да, так прям хорошо сделана сетка профиля, прям отлично Да, вот прям вот эта часть Татьяны мне очень нравится И она очень привлекает Потому что здесь много вас, здесь много вашего лица, на который очень приятно смотреть Поэтому вот в плане визуала все отлично Отличная шапка профиля Советую добавить хайлайт Обязательно используем эту возможность Может быть еще, знаете, можно А, во-первых, кстати, Татьяна, у вас подключен ли у вас бизнес-профиль Да, тоже сделайте это обязательно Потому что сейчас кажется, что как будто нет Обязательно подключайте Опять же, это та возможность, которую вы можете использовать Почему ее не использовать Поехали дальше Так Копируем И вставляем Так Ага Так, смотрите Опять же, если мы рассматриваем следующий аккаунт Я пока не могу понять, скажем так, имя Вот нужно сделать так, чтобы я поняла Чтобы человек, который зашел, понял Потому что мы вспоминаем про тренд инстаграма Личность И прежде всего мы смотрим на личность Собственно, которая ведет этот инстаграм Поэтому Я бы на самом деле Да, если у вас это Какой-то определенный ваш стиль Да, вот эта фраза ваша В имени вашего профиля Я рекомендую ее разделить нижним подчеркиванием Чтобы визуально было легче ее прочитать Дальше Опять же, смотрим Да, ваш Вот этот вот жирный шрифт, который таргетируется И который, точнее, не таргетируется А тот, который В поиске, собственно, оказывается Поэтому я рекомендую, да Вот этот жирный шрифт, на который мы смотрим сейчас Его заменить на какую-то либо ключевую вашу фразу По которой вас будут искать Да, помогите людям вас найти Не теряйтесь в куче аккаунтов Вот, поэтому Здесь либо лучше свое имя Либо ключевые фразы Я съела лягушку Что-то необычное Дарим подарок Косметика для дома Время акции ограничено Переходите по ссылке Я бы сократила Да, немножко Очень, получается Вы целые три строчки Отдали на то, чтобы Сказать, скажем так Один посыл, да Отдать людям Вот, поэтому Я советую вам Сохранить То Священное Те священные символы Которые у вас есть Да, и дать людям еще Какую-то информацию о вас Вот Мне здесь хочется В этом аккаунте Больше вас Больше Чего-то у вас Да, опять же Если мы говорим про аватарку То лицо Нужно ваше лицо Нужно ваше лицо Крупно Чтобы я сразу увидела И почувствовала Знаете, настроение Аккаунта Дальше Здорово, что есть хайлайты Это значит, что вы активно ведете Инстаграм Соответственно, мы их Либо делаем на них Иконки Да, и скачем просто В интернете И, собственно Ставим сюда Либо делаем их Единообразно Да, в едином Цветовом стиле Потому что Здесь где-то есть текст Где-то текста нет Где-то есть светлофон Где-то его нет Поэтому нужно Чтобы это было Все едино Едино, красиво Дальше По поводу Визуальной части Я все-таки Еще раз повторюсь Я советую Использовать Ваши живые фотографии Вот ваш Живой контент Да Пусть он будет Ну, как бы Скажем так Непрофессионально Супер снят И какой-то там Не фэшн И так далее Но это будет Ваш живой Настоящий контент Поэтому Вот По этому аккаунту Могу сказать Мне нужно И хочется Видеть больше вас Больше личности Потому что Вспоминаем Цепляет личность Очень сильно Захватывает личность И Удерживает личность Поэтому она Обязательно Нужна Во всех аккаунтах Есть вопрос Вижу С чего начать Рекламу в инстаграм Рекламу в инстаграм Нужно начать С упаковки Вашего профиля Чтобы Скажем так Люди Зашедшие К вам Сразу поняли О чем Идет речь Какую пользу Принесет Ваш аккаунт И что они Нового Об этом узнают Поэтому Реклама в инстаграм Начинаем с просмотра Прямых эфиров По четвергам Потому что Они помогут вам Упаковать Ваш аккаунт Так Поехали Поехали дальше Смотрим Так Ну Смотрите Мне сейчас Тяжело Сказать что-то По аккаунту Потому что Я не вижу Здесь Скажем так Темы Фаберлик Потому что Мы все-таки Рассматриваем Ваши аккаунты Как вы упаковываетесь Да Поэтому Не уверена Что я могу Вам сейчас В этом помочь Так Марина Будем смотреть Сейчас вас Так Марина Так Видим Большой Крупный Аватар Хорошо Да Может быть Было бы здорово Если вы здесь Прямо широко улыбались Потому что Аватар хороший Светлый Так Бизнес Онлайн По-женски Ищу партнеров Команды Регистрируюсь Быстро Ращусью ветку Обучаю Довожу до результата Да Вот смотри Обучаю Довожу до результата Очень яркая фраза Которая Ух Цепляет Так Интернет-магазин Да Сразу Здесь есть ссылка У Марины Да И куда можно нажать Связь со мной В принципе Шапка профиля Мне нравится Может быть Мне бы хотелось Здесь Еще вас Да Какой-то вашей Личного Вашего посыла Потому что Здесь прям Очень много Скажем так Призывов К действию Но очень хотелось бы Вас лично Увидеть Услышать И скажем так Почувствовать Видно Что поработали Над иконками Это здорово Это здорово Это прям Хорошо Видите Сразу У аккаунта Если мы на него Посмотрим Есть какое-то Уже определенное Направление Так Вижу Что Есть определенный Стиль В публикациях Смотрите 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 Тоже Такой момент Чтобы прочитать Например Текст Несмотря на то Что он есть Это здорово Я считаю Что текст Это используют На фотографиях Очень правильно Потому что Это помогает Ориентироваться Но За счет того Что они написаны Скажем так По вертикали То Мне Иногда Может быть Тяжело Их прочитать Но Здорово Что есть Общий визуал Что есть Ваши Живые Настоящие Фотографии Да Есть вы Это Очень здорово Например Если Дайте Такой лайфхак Что Если вы Хотите Какие-то Например Публикации Из журнала Запостить Себе То сначала Публикуйте Свою Публикацию И потом В карусельный Добавляйте Еще Чтобы Видите Мы листаем Есть общий Стиль Фотографии И вот Одна у нас Фотография Прям сильно Выделяется Поэтому Лучше Если вы Берете Какой-то Визуальный Стиль Вы В нем Дальше Развиваетесь И действуете Так И GTV Тоже Есть Отлично Здорово Видно Что Человек Использует Разные Возможности Которые Дает Инстаграм Это Отлично То есть Опять же Да Следующий Аккаунт Открываем Так Светлана Светлана Смотрим Вас Так Ох Так Вы знаете Вот За что Я Обожаю Людей Которые Скажем Так Связали Свою Жизнь С Фоберликом Среди Них Очень Много Среди Вас Друзья Среди Тех Кто Смотрит Эфир Очень Много Скажем Так Очень Смелых Очень Людей Которые Идут Вот Знаете Опережают Время И Вот Светлана Это Отлично Вы Так Написали Пенсионерка Плюс Консультант Компании Фоберлик Вот Меня Даже Не Являюсь Например Может Быть В какой-то Степени Целевой Аудиторией Но Меня Это Очень Цепляет Цепляет Эмоционально Да То есть Это Какой-то Скажем Знаете Может Я Сейчас Скажу Разрыв Шаблона Это Что-то Что-то Необычное Поэтому Это Очень Круто Что Вы Скажем Так Не То Чтобы Дерзко Но Так Ярко Себе Занимляете И Это Очень Привлекает Людей К Загрузить Вот В этот Топлин Который У вас Уже Есть Чтобы Опять Женет Забирать Священные Наши Знаки Мне Да То есть Вы Решили Использовать Своё Имя Фамилию Отлично Хорошо Смотрите Я советую Посмотреть Поискать Другое Сочетание Вашего Имени Я Не рекомендую Использовать Цифры Почему Потому Что Цифры Мы плохо Запоминаем Да Лучше Использует Ваше Имя Фамилию Либо Какую-то Фразу Ключевую Вашу Вот Поэтому Подумайте Еще Поколдуйте Над Своим Именем Профиля Который Вам Ну Собственно Будет Люди Люди Смогут Быстрее Вас найти Если Будет Проще Без Цифр Просто Ваше Имя И фамилию Поэтому Советую Поработать Над этим Мне Очень Нравится Как я уже Сказала Ваша Первая Фраза Отлично Вы Оформили Ссылку О чем Вы Эксперт Какую Пользу Человек Получит Призыв Обязательно К Собственно Действию Так Так Сторис Не буду Говорить Уже Говорила Много Раз Оформляем Вечный Сторис Оформляем Да И давайте Еще раз Что такое Вечный Сторис Это То Что Вы Загрузили На 24 Часа Но Решили Себе Сохранить Собственно Вот В Эти Кружочки И Когда Вы Откроете Инстаграм У вас Будет Плюс На Вашу Страничку И Вы Сможете Создать Подборку Актуально Это Называется Вот Поэтому Тоже Используйте Этот Момент Так Поехали Дальше Нам Нужно Присылать В чат Ваши Ники Если Вы Хотите Чтобы Мы Так Тоже Вижу Вопрос Как Продвигать Страницу Продвижение Страницы Нужно Начать С Упаковки И С Контент Плана Хотя Бо На Первые Несколько Недель И Подготовки Фотографии И С Этого Можно Уже Говорить О Продвижении Так Реан Ага Может Быть Смотрите Смотрю На Ваш Имя Профиля Может Длинновато Да Так С Виду Читается Очень Длинная Фраза Но В то же Время Она Легко Считывается Да Можно В принципе Оставить Так Аватар Можно Еще Ближе Больше Чтобы Это Была Больше Портретная Фотография Смотрите У вас Есть Ватсап Да Если Вы Подключите Бизнес Профиль То Вы Сможете Вот Этот Ватсап Добавить Себе В Контакты То Человек Просто Нажмет На Контакты И У него Будет Ваш Номер Телефона И Проходи В мою Команду Наверное Сделай Первый Шаг К Своему Успеху Да Тоже Видите Вот Есть Некоторые Фразы Которые Нас Скажем Так Цепляют Да И Вот Сделай Первый Шаг Своему Успеху Очень Водушевляюще Звучит Так Смотрите Еще Есть Такой Тоже Момент Есть Возможность Сокращать Ссылки Свои Да Чтобы Она Не Выгодила Такой Длинный Вот Я думаю Что Тогда В следующих Прямых Эфирах Я Об этом Расскажу И поделюсь С вами Этим Секретиком Да Чтобы Ваши Ссылки Смотреть Аккуратнее Они Так Длинные Так Дальше Сторис Делаем Заполняем Да Они Уже Есть Это Здорово Дайте Название И Прикрепите Конкретную Иконку Фотографии Так Дальше Вижу Очень Много Фотографий Из Одна Фотография Из Пяти Может Быть Из Каталога Но В то же Время Она Должна Хорошо Подходить Под Ваш Профиль Поэтому Больше Себя Больше Себя В этом Залог Успеха Потому Инстаграм Это Все Таки Не Витрина Это Все Таки Вы Прежде Всего Это Социальная Сеть Для Общения Поэтому Должно Быть Больше Вас Я Рекомендую Например Один Раз В Месяц Или Один Раз Два Месяца Проводить Фотосессии С Фотографом Который Поможет Вам Составить Контент Который Поможет Вам Сделать Несколько Фотографий Это Не Обязательно Должны Быть Только Ваши Фотографии Нет Поизучайте Посмотрите Что Еще Есть Как Люди Другие Как Блогеры Ведут Профили Если Мы Говорим О том Что Вы Хотите Через Инстаграм Продвигать Товары То Например Это Могут Быть Ваши Фотографии С тем Как Вы Умываетесь Или Делать Какие-то Дела По Дому И так Далее Поэтому Подумайте И я Советую Все-таки Провести Один Раз Два Месяца Большую Фотосессию На которой Вы Сделаете Несколько Образов И Несколько Локаций Тем более Пока У нас На улице Погода Чудесная У вас Есть Возможность Вообще Даже Не Использовать Студию И Фотографироваться Прямо На улице Вот Поэтому Один раз Делайте Себе 50 фотографий Вам Этих 50 фотографий Хватит Почти на Два Месяца И У вас Уйдет Головная Боль Про это И вам Не нужно Будет Думать Что Мне Сейчас Выставить У вас Будет Единообразные Фотографии На которые Приятно Смотреть И Единообразные Я Эти Семей Не Так Ирина Открываю Ваш Так Поиск Ирина Так Имя профиля Ну В целом Значит Смотрите Тут тоже Могут быть Надо это Проверять Но Есть ощущение Что Если Например Вы скажете Человек Код Меня зовут В инстаграме Ира Федоренко И он Начнет Искать И Не сможет Вас найти Поэтому Эти точки Могут Сбить Поиски Инстаграма Поэтому Лучше Все-таки Например Ира Нижнее подчеркивание Федоренко И какие-то Такие вариации Чтобы Вас Легко Можно было Найти А в атаку Уже говорила Более Портретные Фотографии Более Близкие С вашей Эмоцией Потому что Опять же Если мы говорим О том Что Человек Воспринимает Первым Когда он Видит Страницу Инстаграм Первый Ваш Второе Описание Профиля Третье Highlights Если ему интересно Он сразу же Кликнет И четвертое Это Общий Стиль Вашей Ленты Поэтому Используйте Этот инструмент Крупнее Чтобы Лисо Было Четко Видно Чтобы Эмоция Была От этого Лицо Так Ира Федоренко Бьюти Консультант Фаберлик Руководитель Представительства Магазин Под рукой Да Опять Ссылки Все Ссылки Зашиваем Ссылки Не оставляем Здесь Знаете Еще Тоже Почему Потому Что Когда У нас Ссылка Подсвечена Жирным Шрифтом Таким Это Значит Мы Не можем Кликнуть И сразу Перейти А ссылки Которые У нас В теле Написаны Мы На них Не перейдем Да И Это Нужно Представить Какая Нужна У человека Должна Мотивация Чтобы Даже Скопировать Из инстаграма Нельзя То есть Ему Придется Это По Памяти Вбивать И искать Да Потому Есть Какая Должна Мотивация Человеку Чтобы Он Так Сделал Поэтому Облегчите Жизнь Вашим Подписчикам Да И Сделать Все Проще Все Ссылки В Топлинг Да И Здесь Магазин Под рукой И Ссылка На Топлинг Ага Хайлайт Есть Здорово Дополняем И делаем В Единой Стилистике И Опять же Да Больше Ваших Личных Фотографий Очень Нужно Очень Нужно У нас Акцент На Вашей Личности И На Экспертности Через Вашу Личность Поэтому Ирина Я вижу У вас У вас На самом Деле У всех Кто Присылает Ваши Аккаунты Чувствуется Что у вас Есть Скажем Так Мотивация И Я вижу Что Аккаунты Меняются И я Вижу Потому Что Я За Некоторыми Слежу Потому Что С Стараетесь И У вас Отлично Получается И Я вам Желаю Применять Эти Знания Которые Вы Сегодня Получаете Для Того Чтобы Улучшать Ваши Аккаунты Так Давайте Посмотрим Так Расскажите Как Продвигать Страницу Есть Вопрос Если У нас 5 Аккаунтов То В 5 Аккаунтах Представлять Свои Живые Фото Ну Смотрите Тут На самом Деле Мне Мало Вводных Данных Для Того Чтобы Дать Ответ На Этот Вопрос По Той Причине Что Что Эти За 5 Аккаунтов О чем Они Идут Может Быть Есть Смысл Их Соединить В одно Да И Все Так Если Например Мы Говорим Вот Я думаю Что Вы Очень Многие Видели Например Есть Блогер У Которого Есть Отдельная Страница Она Обычно Называется Имя Блогера PR И На Этой Странице Есть Скажем Так Какие То Его Услуги И Обычно Этот Аккаунт Оформлен Очень Минималистично Где Просто Прописано Это Столько Стоит Это Столько Стоит И Входит Такое Описание И В таких Аккаунтах Нет Необходимости Выставлять Кучу Живых Фотограф Потому Что Смысл Этого Аккаунта В том Чтобы Скажем Так Структурировать Всю информацию Не будет Блогер Постоянно На своей Странице Какие Конкретные Вещи Публиковать А есть Специальная Страница На которой Это Обозначено Поэтому Если У вас Пять Аккаунтов То Я Вам Рекомендую Подумать Как Вы Можете Объединить Действительно Или Не Нужны Потому Что Пять Аккаунтов Занимают Очень Серьезное Время Посмотрите О чем Ваши Вот эти Пять Аккаунтов Можно Их Как-то Скажем Так Уменьшить И Живые Фотографии Всегда 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 Так Когда Вы пишете Посмотрите Меня Пожалуйста Обязательно Оставляйте Имя Свое Потому Что Менять Тяжело Так Найти Мне Тяжело Так Мариам По-моему Посмотрели Друзья Те Кто Пишет Что Аж Пропускаем Ваши Аккаунты К сожалению У меня Чат Так Как Вы пишете Он Убегает И Я Могу Просто Не По Порядку Смотреть Поэтому Вот Так 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 Дальше Зуфия Если Я Не Ошибаюсь Значит Что Смотрим Жирный Шрифт Несмотря То Что У нас Написано Под Нашим Именем Вип И Дальше Текст Несмотря На то Что Это Выглядит Креативно Это Выглядит Интересно И Привлекает Внимание Ничего себе Неожиданно Как Необычно Написано Но В то же Время Люди Не Смогут Вас Найти К сожалению Если Они Захотят Прочитать И Найти Вас После Какой Конференции Или Просто Найти Ваш Аккаунт Инстаграм Он Не Сможет Это Сделать Поэтому Да Креатив Креатив Давайте Его Пускайте В Другие Сферы Но В то же Время Очень Важно Чтобы Далее Лучше Писать Своё Имя Либо Ключевые Фразы Например Предприниматель Вот у вас Здесь есть Своё Имя И Предприниматель По поводу Смайликов Пускайте Их Порционно Потому Что Да Это Смайлики И Они Нужны Обязательно Для того Чтобы Структурировать Информацию Но В то же Время Когда Слишком Много Это Отвлекает И Тем более Когда Они Между Текстом Обозначены То Мы С вами Ну скажем так Теряем Фокус На что Нам смотреть На смайлики Когда мы считываем Дальше Свой телефон Оставляем Сделаем Бизнес Аккаунт И Его Загружаем В Ссылки На вас То есть Когда вы будете Делать бизнес Аккаунт У вас появится Кнопка Вызова Вот Соответственно Загружайте Тут Не забирайте Священное Место Здесь У вас В описании Дальше 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 Здесь возможно Адрес Тоже Адрес Когда вы Сделаете Бизнес Аккаунт У вас Будет Возможность Адрес Загрузить И он Будет Такой Активный Скажем Так Ссылкой На вас Опять Stories Есть Вы Большие Молодцы Сделайте Иконки Чтобы Они Были Четенькие Такие Понятные Дальше Опять же Больше Живых Фотографий Несмотря на то Что у вас Есть И они Такие Прямо Яркие Какие Необычность Видео Какое Большое Воздушный Шар Интересные Фотографии Видно Что вы Путешествуете Опять Это О том О чем Я говорю Стиль Вашей Жизни Он Привлекает Людей Возможно Там Больше Чем Какие Другие Триггеры Поэтому То Что Вы Путешествуете То Что Вы Публикуете Такие Яркие Контрастные Фотографии С путешествием Заставляет Людей Погружаться Ваш Профиль И Посмотреть Ого Ничего Себе А где Это Она Была А как У нее Получилось И так Далее Поэтому То Что У вас Есть Такие Яркие Фотографии И И Используйте Их Да Тоже Можно Например Если Вы Какую Фотографию Давно Выставляли То Ее Можно Еще Раз Продублировать Через Какое То Время Но Тоже Не Переусердствуйте Этим Если У вас Есть Какие Особенные Фотографии Например Тот С вашим Шаром Просто Отличная Так И Да Опять Больше Живых У вас Есть Я Видела Вы Можете Вы Можете Публиковать Яркие Живые Фотографии Публикуйте Используйте Это Это Круто Вы Тоже Большая Молодец Исправьте То О чем Мы С вами Поговорили И Будет Вообще Конфетка Так Друзья Я На самом Деле К сожалению Не могу Объять Наверное Всех И Посмотреть Все Аккаунты Сегодня Я думаю Что мы Рассмотрели Много И Я хочу Сказать Как я уже Говорила Об этом Что Видно Ваш Рост Видно Изменения Которые Вы Делаете Видно Что Вы Работаете Действительно Работа Инстаграм Она Скажем Так Кажется С виду Сложной Но Если Разбить Эту Работу На Конкретные Этапы Мы Сразу Не будем Думать О том Боже Как Нам Продвигаться И Как Мне Искать Клиентов И Как Мне Искать Будущих Консультантов К себе Структуру Подумайте О том Как Вы Будете Позиционироваться Это Очень Важно Ваша Упаковка Профиля Гораздо Важнее Чем Следующие Действия По Рекламе Потому Что Это Более Понятные Механизмы Которых Мы Тоже С Вами Поговорим Поэтому Начните С упаковки Начните С качественных Фотографий Начните С контент Плана Который Вы Для себя Пропишите Начните С текстов Начните Научитесь Работать С той Аудиторией Которая У вас Уже Есть Проработайте Шапку Профиля И Только Потом Мы Можем Думать О Продвижении Потому Что Мы Не Хотим Чтобы Мы Вложили Деньги И Не Купили Поэтому Для Чтобы Все Это Было Успешно Необходимо Упаковать Для Чтобы Упаковать Необходимо Смотреть Прямые Эфиры И В Формате Живого Такого Общения Нашего С вами Учиться На Чужих Примерах Прорабатывать И Смотреть Уметь Анализировать Чужие Аккаунты И Соответственно У вас Все Будет Отлично И Дальше Мы Можем Разрабатывать Стратегии Дальнейшего Продвижения На Хорошие Аккаунты Идут Хорошо И На Те Аккаунтов Которые Регулярно Работают На Сеоконтент Регулярно Публикуют Не Можно Такого Что Вы Один Раз Опубликовали И Вернулись Через Месяц Так Не Работает В Я С Вами Сегодня Прощаюсь С Вами Была Крас Эвангелина Мы С Вами Еще Увидимся Оставляйте Свои Вопросы В Комментариях Пишите В прямой Трансляции Я Все Смотрю И Стараюсь В следующих Прямых Эфирах Делать так Чтобы На них Отвечать Или Отвечать Вам Сразу В Комментариях Под Этим Видео Поэтому Давайте Будем Активны Давайте Будем Скажем Этим Миром Правит Мода Каждый Ищет Свой Успех Есть Желание Идеально Быть Красивыми У Всех Выбор Свой Из Сотни Брендов Сделай Верный И Простой Будь На Пике Модных Трендов С нами Будешь Ты Звездой Фаберлик Новый Модный Для Тебя Фаберлик Стильная История Фаберлик Мир Успеха Дверь Открой Фаберлик Следуй За Своей Меч Фаберлик 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 Продолжение следует... 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 А ты ж, а ты не пахнешь! А, ты что ж, а ты? Другие, с помощью дворки, вы не можете пользоваться. Машка коррютист? Та-та-та-та-та-та-та-та! Не, но это не муше. Машка говорит, что что Баладо в супер-пупер-руча, и я не могу сказать, чтобы он могил? sandwich а это пимкарта мы написали да У нас прежде всего фризурами и стильтами, которые тоже видят, что они тоже видят, что они тоже видят. Я думаю, что они по-моему, что они не будут. Да, но они не будут. Да, 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 да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Таааааааа. Ну, Халис, я запроту, как балоди все время нужно кауко пакасить. Ну, сейчас нет, Эвелина. Ну, сори, сейчас все остаются по габалиям, но так, как только Эвелина. Ну, это все. Чао мазь. Но ведь такие... Мэлиссиņа арктидленьки, где байкла облакии, что они заложманы с ушком, а этот пакас я загадаю с кора нарезок. Это еще раз. Поставим, все перестуре будет весь репрессанс. Бе лаптик, да лаптик, бе лаптик, не цепь. . 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 Мир, но везде и бежит, но сейчас начальство. Но тогда нам нужно. Дальше... Мир, все еще можно. У меня нужно. Лаба, лаби! И эти все, я не знаю. Я тебе очень нравится. Я вас очень нравится. И, по-моему, к димене. Ты сейчас? Я сейчас буду. Я лисе, я жалю, я тебя велико все и началью. Вocу тебе все постоянно это было. Мне то это не oikeанто. Но ладно. Ладно, я это не так. Я никого не могу сказать. Ой, я лисе, я никого не могу сказать. Я сейчас скучаю. Ой, ты поэтому, что все это, кто смогу. Я тебе люблю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...